Привет всем! Давно меня не было. За это время очень много чего интересного у нас произошло, но всё по порядку буду рассказывать. Самая главная, наверное, такая интересная новость. Мы съездили с Верой только вдвоём в Украину. Ну, у меня получается в год есть 28 дней отпуска, но могу я летом взять только 2 недели, только 10 дней. Именно рабочих. И поэтому остальное отпуск надо как-то распределять в течение года. И мы решили с Верой поехать не в наш родной город, в Одессу, мы решили поехать к бабушке нашей, моей бабушке, которой уже 92 года. Она живёт между Львовом и Киевом, Хмельницкая область, но я имею в виду вот примерно такое расстояние, посерединке. Вот. Долго думали, как ехать. Билеты брали заранее, но сначала мы собирались ехать на поезде. Значит, есть поезд Варшава-Львов. То есть нам было всё равно, откуда добираться к бабушке, либо со Львова, либо с Киева. В принципе, одно и то же расстояние. В общем, поезд Варшава-Львов идёт 17 часов. Хотя там вроде бы 300 километров, 300 с чем-то, но не знаю, какими он. Он вот это тот же поезд, на котором мы ехали в Закопаны. То есть он идёт по низу Польши, едет до Кракова, потом Пшемыш. В общем, он идёт аж 17 часов. И в спальном вагоне, то есть спальные места с постелью, билет стоил 150 злотых на человека. То есть нам на двоих, это было бы, да, с верой туда-обратно, 600 злотых. Детский, я не знаю, там есть ли скидка, но в общем, я именно просчитывала на самом сайте, примерно так бы обошлось. Ну и ехали бы 17 часов. Помимо этого ещё со Львова нам пришлось бы добираться. Ну у нас есть родственники и во Львове, и в Киеве, поэтому мы хотели как бы у них переночевать и потом дальше ехать. Дальше второй вариант мы рассматривали, это до Киева на поезде. То есть поезд шёл другим путём, он как-то через Люблин вроде бы, у него путь прокладывается. И в общем 13 часов время в пути и стоил 130 злотых. Ну вот уже вроде мы такой путь выбрали, думаем, наверное так всё-таки меньше часов и дешевле. А потом уже мама моя говорит, посмотри самолёт. Я действительно зашла на Визаэр и посмотрела, что примерно на эти даты, там вот в конце марта собираюсь ехать в середине. На это время я выловила билеты по 110 злотых на человека в одну сторону. То есть плюс ещё там у меня я вступила в клуб Визаэр, и они скидку мне сделали. В общем мне в 500 злотых обошлись билеты туда-обратно. И это до Киева как бы, да, Варшава-Киев. Можно было и до Львова, но я даже не рассматривала уже до Львова. Вот, и ну вот я взяла эти билеты. Конечно же удобнее лучше час лететь. В ту сторону мы час летели, обратно час десять. Гораздо удобнее, естественно. Так, это я вам рассказала, как мы ехали. В общем, дальше что я расскажу. Я как бы много смотрела каналов на Ютьюбе, видео о том, как люди уже прожив какое-то время в Польше, едут в Украину, там на свою родину. Ну, я смотрела конкретно в Украину. И какие у них были впечатления после этого. И многие люди вообще с такими эмоциями возвращались и рассказывали кучу негатива там, что они увидели в Украине. И начали больше ценить то, что они там в Польше имеют. Я вот ехала, вот надеясь на какие-то такие эмоции. Но на самом деле, честно говоря, не было у меня никаких таких вот... Ну, вообще, в принципе, ну, как поехала себе к бабушке, да и всё, да, мы приехали в Киев. Да, я видела какие-то там недочёты, которые бросались в глаза сразу же, потому что тут такого нету. Но я до такой степени, наверное, это всё для меня было очевидно. Наверное, потому что я как бы с раннего возраста ездила за границу. И я это всё видела. И я даже в свои там 14-15 лет в юношестве, я уже тогда как бы вот понимала, что разницу я тогда видела. То есть эту разницу в культуре в той же, в социальной какой-то защите, всё для людей. Это я видела даже тогда уже. Не говоря уже о том, что где-то что-то более ухоженно, чисто, аккуратно, опрятно, красиво и тому подобное. Я это видела и тогда. И я как бы в пол своей жизни прожила у себя на родине с такими мыслями, да, что где-то там лучше. И видела я это находясь. То есть я каждый год, я ездила в какую-то новую страну. Я старалась практически каждый год путешествовать, студенческие свои годы. Но как бы был такой период, да, когда у нас вера задела, что мы 5 лет никуда не ездили. 4, 4 года мы никуда не ездили. Для меня это как нехватка кислорода была до такой степени. Вот у меня была необходимая такая, необходимость такая побывать за границей. И то, что я вот 4 года нигде не была, это вот просто у меня депрессии какие-то из-за этого были. Как-то вот какой-то оптимизм и позитив какой-то мне эти поездки вот доставляли. Может быть из-за того, что я какой-то отчаянный путешественник. А может быть из-за того, что просто именно этого социума не хватало мне другого немного. Ну вот чувствовала я это отличие всю жизнь свою. Поэтому, когда я приехала туда, как бы ничего меня не удивляло. Есть люди, которые, допустим, у меня есть знакомые, которые, да, вот только там во взрослом возрасте, уже там после 30 лет первый раз побывали за границей, да. И они в шоке, да. Вот они поражаются, да боже, да ты посмотри, да тут же так, да тут же так чисто, да тут же так же все обхожно, да тут же люди улыбаются все друг к другу. И для них это шок. И поэтому они только тогда понимают, что где они живут. А есть люди, которые даже в молодости, вот у меня есть там подружка, которая в молодости, ну я имею в виду, когда она была такой еще, там 20 лет ей было, она путешествовала. Ну тогда это было для нее просто повеселиться, поездить куда-то, поездка какая-то весела. И она не обращала внимания на это все. А потом, когда она уже стала, может быть, мамой, более взрослой стала, она поехала уже в зрелом возрасте за границу. И она была вот в шоке, для нее культурный шок какой-то был. Поэтому я же говорю, у меня не было никаких таких особых эмоций таких. Да, я понимала, что я захожу на этот киевский вокзал, и меня встречает этот запах, традиционный запах наших вокзалов. Я не знаю, вот как-то он для меня даже не противный, а какой-то вот ностальгияш. Я вот когда-то в детстве, я к бабушке по 5 раз на год ездила, и не только, в общем, я очень много в поездах и на вокзалах потратила своей жизни. И поэтому для меня это как бы не вновшество все было, и это для меня какой-то ностальгический был запах. Но, естественно, он неприятный другим людям, да, будет. Тет же, вот для меня вот был шок, да, вот когда я иду, у меня Вера, у нас два чемодана ручной клади было. Да, кстати, это билеты были только с ручной клади, то есть один чемоданчик на колесах, а у него было другой маленькая-маленькая сумочка в руках. То есть у меня все-таки вещи, это зимняя одежда, я холодная еще была. У меня в руках сумка, в другой руке там чемодан, даже если Вера мне помогала его везти, но все равно Веру проконтролировать. В общем, какой-то, да, вот некомфортные такие были моменты. И заходим мы на этот киевский вокзал железнодорожный, мне надо было билеты к бабушке поменять электрон. И эти огромные семиметровые двери, тяжелые, старинные, да, я не спорю, что они, может быть, какую-то ценность доставляют городу. Но их же невозможно открыть, когда у тебя вещи, и вот это я боком как-то открываю эти огромные тяжеленные двери и пропускаю Веру, потом эти чемоданы. То есть до такой степени ты привык, что тут везде двери открываются тебе, везде, где ты идешь. Нету такого, что тебе над руками открывать какую-то дверь. Экскалаторов нету, и приходится пешком где-то подниматься с перона на вокзал. Ну, короче, вот такие вот моменты, они, конечно, бросаются в глаза, но я не удивлялась ничему. То есть это меня не удивляет. Меня как-то больше, да, удивляют какие-то моменты, когда я уже живу в другой стране, и я на них больше обращаю внимание. А то для меня, ну, что было, то и есть, осталось. Нерасчищенные дороги все. То есть у нас в один и тот же момент, то есть мы выезжали в субботу, вылетали, мы в пятницу выпал снег, что в Украине, что в Польше. У нас конкретно в Польше намело снега в пятницу, в субботу утром, ну, днем, когда мы ехали в аэропорт, я смотрю, что дороги все уже расчищены. Именно на самой проезжей части для машин, для автобусов, да, снега вообще нету абсолютно, все расчищено. И пешеходные дорожки тоже все расчищены, велодорожки расчищены абсолютно. Как будто снега бы, как бы и не было бы вчера, да, только на обочинах остался. А в Киев же приехали, так вот едешь по этим дорогам, они все в топтаном уже в снеге, в таких колдобинах. И все, даже если это машинами повыметалось по бокам на обочину, то обочины до такой степени все в снегу, что я там шла, остановились мы в аптеку, и переступала я через это огромные сугробы, чтобы зайти в ту аптеку, и скользкие ступеньки. Ну, это вот это все, конечно, ну, как бы, ну, ничего как бы не изменилось, это все есть. Ну, вот так вот, поэтому как-то. И была шокирована я ценами в аптеке. Мы вообще поехали туда больные, мы буквально за день до отъезда, я, у меня на работе какой-то вирус пошел, дети все больные, коллеги мои больные, я подцепила. И вот это вот и кашля, и насморк, и все как положено. Веря начала там давать противовирусное, чтобы она не подцепила в дорогу. И приехали мы в Киев к родственникам, там маленькие дети, короче, их бабушки приехали, все от нас заразились, все болели, всю неделю болели. И приехали мы до сих пор вон лечимся, но я еще в горло говорю как-то. Ну, вот такое, ну, в общем-то, зашла я в аптеку, была в шоке от цен. Мне казалось, что буквально год назад те же там какие-то слезательные таблетки от кашля, которые мы обычно покупали, там, они стоили в два раза дешевле. Просто до такой степени цены наподнялись, что я в шоке просто. Ну, вот так вот. Ну, и тоже вот сразу же буквально по прилету я посмотрела на работников, там, то в кассе железнодорожного вокзала, то на границе в паспортном контроле сотрудник. Как они разговаривают, улыбку вообще, то есть не выдавишь человека и грубость, и как-то такое впечатление, что тебе делают одолжение, что вообще с тобой сейчас общаются и тебе предоставляют какие-то услуги. Я говорю, опять же, ничему я не удивляюсь, как бы, что было, то и есть. Жалко, как бы, мне-то кажется, что всё-таки как-то это всё влияет из-за всей ситуации в стране, в Украине, что люди как-то чем-то недовольны, ну, это, естественно, обозлены, может быть, я не знаю, недовольны там зарплатой, жизнью, что-то не так у людей, что они так себя ведут. Счастливый человек не будет так себя вести, счастливый человек будет улыбаться всегда, радоваться жизни, и захочет дарить свою улыбку другим людям. Ну, так вот на такое попадаешь, что очень обидно и печально, что такая ситуация. Будем надеяться, что всё будет лучше. Ну, вот так вот. Что ещё интересно рассказать по поводу нашей поездки? Ну, я просто, мы были у бабушки, у неё такой маленький городок, 50 тысяч населения буквально, поэтому, как бы, я не буду даже там рассказывать, что... Ну, интересно, что я увидела там, проехалась один раз на автобусе общественном, автобус немецкий. Ну, потом, как я услышала истории, говорят, что в Германии те... Ну, видно, что автобус такой старинный, очень такой антикварный. Говорят, что те автобусы, которые ещё когда-то, может быть, в 70-х, 80-х годах ездили в Германию, там, в Чехии, в Польше, Венгрии, их продают в Украину, ну, видимо, вот в такие небольшие города. Ну, в автобусе всё на немецком. Конечно, обшарпанный такой пол, линолеум, где-то кусок есть, куска нету, где-то кто-то доклеил свой, видимо, с дома. Ну, и дороги вот такие, вот едешь, как на аттракционе каком-то. Ну, прям даже, я не знаю, я сидела, мне как-то даже весело. Да, да, даже бабушки, которые сидели в том автобусе, им это весело, это такая движуха была. Что как-то тут такого, естественно, нету, и дороги тут чище, ровно, и вообще про это забываешь даже. Вот я как-то ехала в этом автобусе, мне даже вспомнилось, как это ездит по украинским дорогам. А, видите, изменила я свой имидж, опять же, в том же городе, где мы были, у бабушки. Потому что тут очень дорого, эти все услуги стоят. Давно я хотела изменить цвет волосовый. Пошла я тут в парикмахерскую, мне тут насчитали 200 злотых за это всё, вот за покраску такой омбре. Я посчитала, что это очень дорого, и мне просто жаба давила, наверное, брать эти деньги. Я заранее записалась в самый крутой салон красоты у бабушки в городе, потому что это очень большая редкость, там хороший салон красоты. И, ну, сделали нормально, вроде я довольна, и в три раза дешевле, чем пошлось мне это бы в Польше. Вот так вот. Ну, вот такая вот у нас была поездочка. Потом ещё расскажу в следующих моих видео. Много чего интересного, потому что много чего интересного у нас произошло за это время, как я отсутствовала с вами. Всё, ждите моих следующих видео, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока, надеюсь, было интересно.